Добрый день друзья. С вами Алексей Глушевич. Сегодня попробуем нарисовать что-то подобное этого зрачка. Не буду стремиться в точности повторять. Я просто использую цвета этого рисунка. Поскольку это почти идеальный круг мы рисуем его инструментом окружность с зажатой клавишей с control. Назначаем градиентную заливку. Цвет отбираем с нашего оригинала. Рисуем центральную область центруем ее или просто нажимаем клавишу P и заливаем нужным цветом. Ну а сейчас мы будем немножко обманывать программу CorelDRAW. Эту методику я подсмотрел у Сергея Богачева. Нам нужно создать кисть с прозрачностью. CorelDRAW реагирует на это отрицательно. Чтобы обмануть CorelDRAW нам нужно действовать так. Создаем свою кисть. Для этого рисуем квадрат, заливаем его черным цветом. Копируем, но не вставляем. Вытягиваем прямоугольник вверх. Назначаем ему прозрачность 100%. Поверх него вставляем скопированный ранее квадрат. Назначаем ему прозрачность 85-90%. Делаем перетекание. Количество ступеней 35-45. Назначаем режим наложения умножение. Уменьшаем ширину нашей будущей кисти. Разъединяем перетекание. Разгруппировываем все. И снова сгруппировываем. Наша кисть готова. Создаем простейшие фигуры. Прямоугольник с градиентной заливкой от черного к белому. Выделяем фигуру и нажав на клавишу «Художественное оформление», затем на клавишу «Сохранить» в открытом окне сохраняем под именем «11». Советую сразу скопировать ссылку этого окна. Она пригодится позже. Отражаем первый прямоугольник по горизонтали. Повторяем действие, что и с первым прямоугольником. Но сохраняем под именем «22». Теперь выделяем ранее созданную кисть с прозрачностью. Прозрачность вверх – это наружная кисть. Нажимаем кнопку «Экспорт» в строке «Куда» вставляем нашу скопированную ссылку на папку. Где мы делали простейшие кисти. И подменяем нашу заготовку «1.1». Отразим нашу кисть по горизонтали и проводим те же манипуляции. Это будет внутренняя кисть. Удаляем кисть с рабочей области. Посмотрим, как работают наши кисти. Проведем кривую и попробуем залить нашей кистью. Теперь вы можете менять цвет и насыщенность вашей кисти. Попробуем вторую кисть. Все идет нормально. Кисти мы сделали. Переходим к нашему зрачку. Копируем и вставляем поверх всего нижнюю окружность. Удаляем заливку и нажимаем на клавишу внутренней кисти. Подгоняем по размеру зрачка. Меняем плотность кисти. Снова копируем нижнюю окружность. Удаляем заливку. Применяем наружную кисть. Еще больше меняем плотность и подгоняем под основную окружность. Вот мы и получили затемнение зрачка. Приступаем рисовать. Если честно я даже не знаю как это называется. Я назову прожилки. Я не буду в точности повторять исходный зрачок. Рисуем кривую и с помощью инструмента мастихин ломаю ее произвольно в разные стороны. Сокращаем количество узловых точек. Получившаяся кривая будет направляющей для нашей художественной кисти. Подбираем нужную толщину кисти. Нажимаем применить. Разъединяем кисть и направляющую. Заливаем отпечаток кисти нужным цветом. Назначаем прозрачность. Поверх нее по этой же направляющей делаем кисть с меньшим размером толщины. Разъединяем кисть и направляющую. Направляющую удаляем. Назначаем цвет отпечатка. Сгруппировываем эти два отпечатка. Я покажу действие с одной кривой. Вы же можете сделать их сколько вашей душе угодно. Подгоняем нашу группу под зрачок. У нас почти не видно нижнего объекта. Разгруппировываем и уменьшаем непрозрачность. Копируем группу, уменьшаем и подбираем место установки. Повторяем действие. Группируем. Все. Опять копируем. Вставляем. Искажаем. Опять группируем. Так поступаем несколько раз. Группируем все наши прожилки. Затем открываем панель объекты вдоль пути. В панели выставляем галочки сохранить оригинал. Сгруппировать все объекты. Количество объектов ставим к примеру 8-10. В табличке начало активируем нижнюю и среднюю клеточку. Выделяем нашу группу прожилок и центральную часть зрачка. В таблице нажимаем кнопку применить. Поворачиваем нашу группу и еще раз повторяем действие. Изменяем. Еще раз изменяем исходную группу. На этот раз увеличиваем количество объектов. И проводим те же действия. Теперь вы можете нарисовать еще несколько отдельных линий. Чтобы убить нашу симметрию. Я же просто выделяю и группирую все полученные прожилки. И резинкой вытру несколько участков. Чтобы симметрия была не так видна. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сделаем прозрачку... Всем пока... До новых встреч... Продолжение следует... Продолжение следует...